доброго тактикула бро сегодня у нас очередной необычный видос в котором мы поговорим и обсудим все то что у нас происходит в последнее время с комьюнити игры escape from tarkov с комьюнити нашей любимой игры и прежде чем мы начнем давай я разделю это видео на три блока первым я расскажу кем я являюсь потому что этот видос скорее всего пойдет дальше с комментариями а посмотрите очередной проплаченный чувак вот естественно никаких денег я не получал естественно я просто являюсь фанатом игры но об этом потом второй блок у нас будет посвящен последним новостям от бсг которые они упустят буквально часа 45 назад ну зависимости от того когда вы смотрите это видео и третий блок будет посвящен к сбору ситуации с моей стороны о том как я вижу вообще все то что происходит у нас комьюнити этой игры вообще в принципе объясню свое видение на всю эту ситуацию так поехали еще раз всем здорово я не был он же шустрый как многие меня знают я являюсь и лидером тактического комьюнити в таркове я и моя команда занимаемся в таркове тем что мы адаптируем какие-то реальные навыки ведения боя под геймплей таркова смешивая их с какими-то киберкотлетными фишками и рабочими фишками игры в целом вот я считаю что делаем это вполне успешно собственно как на стримах так и в своем контенте я это не раз показываю да естественно из-за того что не я не мои люди не играют сарков 24 на 7 есть проблемы они есть у любых игроков в таркове до которые не играют в эту игру на постоянке но тем не менее попробуйте как говорится свадить огромную стак игроков так чтобы играть также как бы и тогда мы можем поговорить о том играем ли мы в рп или делаем ли мы что-то реально рабочие но об этом вы можете судить сами как говорится на наших стримах нашем контенте и так далее уже об этом сказал собственно также я являюсь огромнейшим фанатом данной игры но слово фанатизм она знаете у каждого свое кто-то поиграв десятки или даже сотни часов тарков приходит к мнению что это его просто любимая игра и сейчас когда якобы бсг насрали в душу каждому данные фанаты игры они естественно отрекаются от данного проекта потому что у них есть игры по интересам кто-то же как я является огромнейшим фанатом escape from tarkov потратил на эту игру не одну тысячу часов потратив при этом шесть тысяч рублей когда-то там в далеких восемнадцатых годах а то может быть и в семнадцатый не помню когда появился и вот но не суть и считает точно так же как я что те деньги потраченные в далеком восемнадцатом году они окупились уже в многократно в десятки это и сотни раз многократнее чем стоит эта игра окупились они своим экспириенсом которые мы получили за все эти года окупились они теми эмоциями и тем фаном которые мы продолжаем получать до сих пор многие из нас кто до сих пор еще не перенасытился этой игрой естественно получают с нее огромнейшие эмоции огромнейший фан и игра всем нам истинным фанатам таркова реально нравится за что бсг огромнейшее спасибо ну и соответственно смотря на все происходящее в последнее время с тарковым из комьюнити этой игры сердце обливается кровью на самом деле потому что я считаю что бсг не заслуживает такого отношения к себе какое они получили в последние пять дней естественно никто не оспаривает тот факт что они ошиблись естественно не аспар никто не оспаривает того факта что была произведена попытка наебать некую часть сообщества но это не умиляет того факта что у бсг огромнейший кредит доверия то они зарабатывали на протяжении всех этих семи лет даже несмотря на то что из каждого утюга звучит какая же игра кривая какая же игра убогая и множество разнообразных эпитетов которые употребляют всякого рода хайпажорные тролли которые единственной своей целью на контент делают так скажем абсерд аркова да и естественно кормят этим контентом своих подписчиков возможно данная тема у нас в менталитет в русский вшита и все проблемы заключается в эту потому что странно будет спорить с тем что на западе игру хвалят куда больше чем у нас в россии даже несмотря на то что разработчик все-таки русский и казалось бы вот оно свое родное да еще и такое но тем не бель валят игру нас процентов 10-15 а вот хейтит игру чуть ли не 90 процентов несмотря на это ёжики давились но ели кактус все продолжают играть и за дня в день удаляют игру снова устанавливают удаляются на устанавливают так происходит на протяжении уже очень долгих лет и это ли не показатель успешности да когда как говорится продукт затягивает все так или иначе приходит обратно если бы этого не было то соответственно игру был один раз удалили и забыли о ней потому что многие из вас выросли на играх и все не один десяток раз сталкивались с такими играми такие вот такого рода продуктами которые один раз запустив ты плюнул и забыл про нее навсегда не испуская больше ни разу тарков не из этих игр это игра другого формата игра которая привязала к себе не одну тысячу игроков своей атмосферностью своим вот этим вот славянским сеттингом и вот этим нашим вот всем родным приправленным гон-порно так называемым да и смесью из всякого рода самых успешных жанров игр таких как days таких как контра таких как stalker и так далее продолжать этот список можно довольно долго но вы сами знаете что такое тарков не понаслышке особенности те кто играет мил и говорить про то что бсг исчерпал кредит доверия это очень странно в общем для многих из вас я думаю стало понятно что я один из тех кто отбитый как говорится на голову фанат этой игры и не видящий в ней никаких проблем да но на самом деле это не так я адекватный человек я прекрасно понимаю и оцениваю все ее проблемы но естественно я как такой же адекватный человек понимаю что наиграв не 6 тысяч часов я не вижу в ней тех проблем из-за которых я мог бы ее бросить потому что вот эти вот весы на которых у нас располагается читеры баги лаги десинхронные там нерега и так далее и те эмоции которые я получаю когда этих проблем я не вижу вот это вот чаша весов с вот этой вот всей параши этого вот этого вот всего его несмотря на то что много но критически мало по отношению к тому когда получаем эмоции вот эти вот да такого и с этим спорить глупо многие из вас прекрасно знают что если бы эти эмоции они получали они бы в игру не возвращались больше ни разу так или иначе вы поисках других подобных игр которые не имеют тех же самых проблем вы не находите ничего потому что тупо таких игр еще не существует но об этом как я сказал и позже в общем давайте так теперь второй блок которому как говорится поговорим про вот этот вот пост бсг последний если вы знаете все новости последних часов то естественно проматывайте этот блок дальше тайминг вот здесь вот находится вышел еще один пост от бсг соответственно давайте сейчас зачту его так получается мы пришли к следующим выводам относительно списка изменений к дополнений к различным изданиям игры будем рады услышать ваш фидбэк для владельцев издания и вот edge of darkness доступ к оперативному по режиму сохранение прогрессии выдача доступа будет производиться постепенно волнами ускоренный возраст страховых застрахованных предметов увеличенный персональный лимит покупок на 20 процентов величина корма человека после внедрения корма человека доступ к особому крафт стимулятора интересная увеличенный уровень навыка харизма в линейках квестов ностальгия о жизненном пути игры чего особый жетон чувака уникальная повязка уникальный предмет с механика вызова legacy устройства как раз таки вот о чем говорили в предыдущих постах они все-таки разродились и выдали тему с тем что возможно будет вызывать дружественный бтр после вызова предмета будет уходить на перезарядку звучит довольно таки интересно конечно толку от этого но это как бы разнообразно разнообразие вает игру но я пока честно не представлю это будет выглядеть возможно не будет управлять или возможно ли он просто будет приезжать как говорится и стоять с теми же с тем же функционалом что и стандартно но это прикольно прикольно то есть казалось бы это опять какой-то прям громадный pay to win но какая-то это полная то есть я не вижу ничего пойти вину так же как и в том что была бы возможность вызывать себе дополнительных тиммейтов да как и уже вы этот видик еще не видели и не за увидите ли вообще потому что я громадный получился как мне показалось вот я там говорю что скорее всего даже если бы тема с вызволом себе дополнительных тиммейтов появилась то они бы не появлялись из воздуха сзади вас да это скорее всего была бы темка с заездом дополнительных чувакам возможно батареи возможно через какие-то доп точки входа на карту да или же на джипе например там подобщаться ворот по открывались там джипа подъезжал и вот из джипа выходили бы типы на мой взгляд это интересно наоборот делают разнообразие в игре да еще более и как говорится улучшает в плане интересности и так далее так уникальный верх и низ для обладателей и вот посмотрим как это будет выглядеть но я думаю посолство на самом деле потому что верхами низами у них прямо и они интересны но что-то местами странноватые конечно верхами за что-то в этом не хватает возможно замен дух ежедневных заданий в день бесплатно возможность смены значка и цвета ника элитно для владельца стандарт при пэрфор эскейпы left behind издание увеличение размера схрона на две линии возможность отдельно приобрести доступ к пве режиму даже тут как говорится даже стандартным изданием что-то дали доводить создание за анхерт эдишн уникальный радио электронный предмет место неизвестных будет активен исключительно в поверье режиме а вот много я сказал про этот предмет как говорится в основном виде кидалом выйдет скорее всего после выхода этого видоса но как я уже сказал там я не считал что это прям какой-то охренительный pay to win и все кто попробовал эту тему с не стреляющими якобы дикими они сказали что ни хрена удобного в ней нету то есть во первых там по моему снайпера продолжают стрелять по тебе и как по мне то есть до качаться до 6 уровня кармы чувака это довольно таки сложно даже я не знаю с какой уровень получается да дается изначально анхерт эдишн но подозреваю что тоже не 6 сразу же поэтому я глядя пацифист некий так скажу в тарк и да и играю за диких я почти не стреляю ни по кому и все равно мне 25 рейтинг с скупщиком поэтому не знаю что там все так убивались да и тому же вроде не стреляющие дикие на дистанции 60 метров это все равно что с и стреляющие дикие они куда не попадают на такой дистанции довольно таки далеко добываются конечно какие-то отклонения от нормы когда какой-нибудь самый высоковыровневый дикий залепляет грецепт глаз но этот бывает только в основном когда вы стоите то есть вы не двигаетесь тут важно понимать скрипт работы у ботов таркова он у них как у танков сведение прицела происходит именно того как долго вы стоите то есть чем чем больше вы двигаетесь тем у него вот это вот кольцо сужение прицела но абстракт надо но больше соответственно стоять нельзя абсолютно надо двигаться постоянно это ослепало стрелять дикие тогда они не попадут так доступ к скифом тарков арен для тех кто купил издание за полную стоимость тут молодцы 20 в принципе ничего удивительного в этом нету потому что арена на данном этапе разработки это не то чтобы удачный проект мягко говоря да потому что завязки аккаунтов друг за друга нету имею ввиду аккаунта арены и основной игры вот как только аккаунты будут связаны между собой и как только они адекватно впишут арену соответственно в основную игру да с возможностью перекачивать наверное деньги из одной игры в другую и тогда да она заживет новой жизнью появится не смысл но пока что это просто как говорится полумертвый предаток который и по сути никому не нужен уникальный верх чвк куртка сектанта ну вот начали привязывать дизайн этого издания к еще и вещам внутри внутриигровым это довольно таки прикольно потому что от сектантов в этом издании не было ровным счетом ничего ну кроме вот это вот якобы вот устройство из-за которого дикие не стреляли да ему это очень с натяжкой можно было завязать их друг до друга так возможность перекраски модели защищенного контейнера гамма вот к слову о том о чем я говорил да про то что никого не устроит эта тема если бы гамма контейнер уникальный его бы просто перекрасили и оставили бы тоже количество ячеек сейчас все продолжат дальше как говорится плакать о том что да вот нас опять нагрели просто как говорится сменили шкурку для контейнера но если брать эту тему как говорится просто факты для творчества уже не гамма контейнер это же другой контейнер какая разница что там внутри тоже количество ячеек по факту другой контейнер так что те все равно останутся недовольны так едем дальше уникальный предмет сигнализатор будет доступен и в пвп и в поверье режимах могут собственно эта темка с вызовом дополнительных тиммейтов да я не против того что они ее оставили я не против на самом деле если бы они так и оставили на этом издании только тем кто заплатил потому что но если бы она была у всех то это уже как не знаю как граники выдавать всем подряд наверное тоже не особо хорошо так предмет необходимо заряжать убежище использую high-end предметы похвален что что они закрыли еще за дополнительными преградами какие-то вот эти вот темы которые реально отличают издание друг от друга он на 50 долларов на покупку escape from tarkov покупка версии расширений для тех кто обновилась создание edge of darkness down heard edition по старой цене с этим купоном можете дать кому-то или что не понимаю тупой ссор если что уникальный жетон чего как ну собственно как и по аналогии свиот будет свой жетончик какой-то приколь на самом деле такая дизайн хоть и маленький изменение до отличие издания друг от друга но все равно приятно возможность смены значка и цвета не соответственно как и для его то поглядим как это будет выглядеть для владельцев а ну соответственно скорее всего для синего издания будет возможность для того чтобы их не хотите ли наверное просто изменить цвет никона обратно возможно и от для тех кто обновился воды или же на тип стандартное издание как будто бы то есть чтобы не показывать всем писающим кипятком людям которые ненавидят тех кто купил отверт и дишин что они являются их владельцами то есть такая говорится плащ-невидимка так скажем скорее всего для владельцев всех изданий кроме отверт и дишин возможность получения предметов метка неизвестных и символизатор через внутри рядовые квесты всех изданий понимаете да он чертовцы получают соответственно эту темку сразу автоматом при покупке а вот всех остальным естественно придется выполнять квесты ну я думаю косты будут конечно сложные как всегда и хер ее когда обычный какой-нибудь заводчанин докачает ну вообще тема здравая я считаю что всем подряд и выдавать нельзя так возможность получения увеличенных карманов чего качественным внутриигровые квесты опять же вот то что дали вам хертка и говорится раздали по итогу все для владельца всех изданий кроме джо дарт нас возможность получения предмета легоси через внутриигровой квест а даже то есть и одовцам как говорится чтобы у них нет что мы их тоже не было пойду и на конкретно у них да это с вызовом батыра всем и остальным дали эту возможность возможность замена одного ежедневного задания в день бесплатно ограничение по пингу для пв режима будет убран для всех изданий ну и как говорится подытоживая да я много еще договорил основном видите стараюсь сделать его быстро конечно многие из вас опишутся и после этого видоса и после основного видоса многие из вас увидев во мне какой-то голос разума так скажем наоборот подпишется потому что у нас сейчас идет глобальный перегиб палки и всякие вот эти вот инфобляди инфо цыгане и всякого рода тролли которым просто сосут из-за темы проблемы таркова проблем таркова вот это вот контент они просто прямо питаются им они насыщаются им кормят этим контентом своих вот этих вот троллей мамонтов маленьких таких вот тролльчиков да они бегают вокруг вот этих вот якобы лидеров мнений которые считают себя голосом всего камню нити что и абсолютная хуйня людей которые любят эту игру очень много людей которые понимают что уже пора остановиться тоже очень много и вся тему вот это с судами и с продолжением бунта она уже вообще здравостью не пахнет здесь явно уже не фанаты игры замешаны здесь все фанаты игры уже остановились там говорится за скаймились схавали что-то какие про нас эпитеты говорят да и соответственно остановились потому что они не живут проекту какого-то развала смерти и уж тем более как говорится регресса да что собственно и мы и поедем по имеем сухом остатке если этот бунт продолжится потому что ну просто так эта тема уже не уляжется тарков это король своего жанра тарков это главах как говорится жанра целого нового так скажем да может некоторые из вас скажут что жанр этот был и до этого но возможно даже если он был он не был так развит как после таркова да и соответственно все кому не лень сейчас пытаются напиться крови и вот сочится из открытой раны до бсг ошиблись бы изго сделали выводы и бсг явно следующие разы не будет делать так как сделали сейчас потому что сейчас игре больно сейчас студии больно сейчас как говорится больно фанатам данной игры потому что есть реально моменты за которые можно зацепиться но если рассматривать эти моменты в процент на соотношении то это процентов 30 от всего произошедшего за эти 30 процентов бсг с лихвой уже отхватили люлей как говорится да они уже поняли свою ошибку я думаю что вряд ли они повторят подобные вновь потому что до этого момента таких инцидентов не было все те кто говорят что вот у нас уже кончился кредит доверия к бсг ну вы посмотрите просто на другие проекты и вспомните что у нас есть в таркове и чего нет в других проектах которые всяческим образом пытаются его копировать всем тем кто говорит что создавать игры на unity легко это что бсг реально сидят и нихуя не делают я вам советую просто отучиться на этот unity движок и пойти показать ребятам как нужно работать они молот языком попусту потому что потому что как говорится пиздеть не вишки ворочать для и по поводу кредита доверия еще раз я считаю что бсг он должен быть просто громадным потому что игра реально уникальнейшая тем более игра от русских разработчиков ребята поистине сделали легендарную игру который войдет в историю как легендарные наебалово да не могу не пошутить но но если разговаривать на эту тему серьезно то наебалово это назвать можно только с натяжкой и говоря про дил сексу да я не знаю я уже попутался во всех своих видосах основной это или дополнительный как говорится скорее всего этот видит будет один единственный и больше других видосов не будет я не знаю в каком из я упоминал про для усе с сезонностью да но хочется напомнить вам что если мы цепляемся за слова мистер буянова проделся их принадлежность только к его доизданию да то же самое он разгон говорил про диусе с сезонами изменение времени года будут длился а вот тут на самом деле непонятно например кто купил делся в него зима а у другого лета но длился будут после релиза так что еще ждать ждать еще раз ждать я не ебанутый я не придумал этой своей головы было ни одна фраза про то что сезон и это будут диуси то есть зима весна лето это будет диуси да но все по итогу получили это якобы диуси абсолютно бесплатно никто слова не сказал про то что мистер буянов говорил про это да и все просто как говорится схавали все порадовались убивать у нас на новый год зима появилась и все просто продолжили играть дальше говорится просто просто кайф просто круто да и не все просто забили на этот на этот хороший момент поэтому если если вы мистер буянов главной своей задачей ставил стричь нас всех бабки в том количестве в котором сейчас на него навешивают эти вот регалии да это я думаю не было бы проблемы сделать отдельные серваки для тех у кого будут сезоны у кого этих сезонов не будет сложности никакой но тем не менее получили сезоны все и все просто это съели не сказав как говорится спасибо бсг да просто просто кайф просто едем дальше и это ли не лицемерие я думаю как раз таки это она богу пустили кровь так скажем да и я думаю все прекрасно понимают что просто так это все не закончится поэтому как и сказал все сейчас кому не лень пытаются приложить руку к возможной смерти таркова и бсг в целом вот потому что смерть таркова выгодно лишь всяким обиженком выгодно всяким студиям которые пытаются сдвинуть тарков спиздистала с олимпа да и занять его нишу игровую потому что конкурировать с ним пока никто не может вот как я уже сказал это как мальчики вот эти вот студентики до которые приехали на дачу и начали самоубиваться вот поэтому ну странно думать о том что какие-то фанаты игры прям которые отдали этой игре не одну сотню часов пытаются сейчас убить тарков ну плеть долбоебы которые я не знаю как еще назвать честно других слов и эпитетов к таким людям и подобрать не могу я говорю я как истинный фанат игры я проект только развитие желаю только процветание и я знаю что такой игры нет как тарков еще такой игры не да еще долго очень не будет вот и поэтому заткнуть эту дыру так скажем если тарков умрет будет нечем абсолютно и все те вот эти вот наши главные мамонты которые скамят моли мамонтов поменьше они хоть и говорят о том что хотят вернуть деньги дала бил себя в пяткой в грудь о том чтобы до конца довести это дело нужно дуться объединиться мы же голос всего комьюнити все прекрасно и так понимают что даже если получится вернуть деньги даже если получится избавиться от так он какое-то время все равно они так или иначе вернуться в тарков потому что аудиторию свою основную они заработали именно на таркове основная их аудитория это аудиторию которую можно стричь доить и можно применять к этим людям абсолютно любые эпитеты которые они применяют сейчас к бсг и потому что считаю что они здесь святые а вот бсг со своим якобы pay to win изданием которые к слову было всю жизнь в edge of darkness этот pay to win был и все кто считает иначе вы просто лицемерные будем подбирать кому пить это вы просто просто лицемеры ребят давайте будем откровенны pay to win отличие стандартного издания от издания edge of darkness они колоссальные и с этим спорить абсолютная глупость вот как и и сказал да вернемся к нашим мамонту эти люди если даже удалят тарков если они даже вернутся за него деньги пройдет какое-то время говорится вся эта дурь уляжется все эти бунты сойдут на нет дай бог если студия будет существовать продолжит если игра продолжу существовать в ней появится из десяток еще охренительных обновлений навалится тонны контента и все эти вот эти вот типы которые бьют сейчас себя пяткой в грудь о том что какой же так плохой какой же буянов козел какое же бсг мудацкая контора они все равно все вернуться тарков потому что кормиться им будет просто негде так уже было однажды да да я на вызову вы знаете про кого я говорю и он знает про кого я говорю я ухожу из таркова да я уже делал апдейт в дискорде в вк в телеграме и даже сообществе ютуба проблема в том что обычным жопе чем подпиваться чем на это все равно поэтому я официально заявляю что я складываю полномочия я устал я муха жук на данном канале больше не будет выглядеть абсолютно никаких видосов по тарков 8 или даже 10 месяцев что мы тут уже сидим и занимаемся этим вот таковым но на самом деле пора двигаться дальше и в принципе если ты хочешь остаться на данном паровозике на данном корабле то you are welcome и мы идем дальше просто контент немного меняется по что так уже никому не нужен на самом деле и тогда когда он понял что доить и мамонтов в других проектах у него не получается потому что все равно все они сидят в таркове продолжают смотреть других как говорится людей да он вернулся чтобы доить продолжать вас здесь потому что нужно скамить мамонтов вот а в чем а в чем я просто не понимаю от этих ну конечно мы сейчас можно залезть в эти дебри бесконечных споров и обсуждений да ну мы конечно сейчас попытались это покороче уменьшить но типа тарков и другие проекты которые делают да тот же самый дайс дайс выпускает триплей проекты которые стоят миллиарды хулиарда рублей да и они не могут брать седьмую часть нормально выпустить от с одними и тем же механиками ничего нового по сути дела никогда не добавляется из раза в раз они наступают в одни и те же грабли выпуская сырой кусок говна и доделываю на лету только теперь он типа релизнут и являть вот он релизнут и они его доделывают в чем тогда приколюхались зачем хуисосить тарков потому что он он в бете да он продается но он ведь работает и механик в нем в тысячу раз больше чем в любом другом 3 пол и проекте от тех же самых блять дайсов и сложнее механику потому что я не могу адекватно воспринимать проект настолько не работающий проект но я не могу блять ну ты же в него играешь зачем ты в него играешь что дорасов не работает потому что это он еще больше ищет этих отрицательный дуть его мне и чтобы рассказать нам ранее это моя работа буквально я играю в эту игру не потому что она мне нравится я ее ненавижу и и презирая и границу не бабки ну вот вот его дело в третий и все вы просто вот как говорится хайпитесь просто на том что вы их вы сосите недоделанный продукт который он приносит бабки за хайп из-за его как говорится запекание огурцов жопу бсг и мистеру да вот в этом и дело вот поэтому и говорю что что она работает она работает да с костылями но она работает и они же делают они сидят на месте данный персонаж несмотря на то что он в свое время именно деньги выпучены мной ему за рекламу помогли каналу довольно таки сильных бы станутся за что ему огромное спасибо этого они отнять не преуменьшить его заслуг он упоминал нас не один раз но естественно много раз это было за деньги вот были моменты и безденежные до был чем у нас на канале это камоход тоже чувак охрененный за что ему спасибо но к сожалению моя любовь к таркову намного больше чем к этим людям потому что их хейтеров таркова я терпеть не могу меня это дичайшим образом изморалит а уж мое моральное психологическое состояние мне гораздо важнее чем некоторые люди в интернете поэтому нити вышло как вышло как говорится пригрели пригрели гниду взрастили гадюку решайте сами что со мной там дальше делать но я считаю что реально мистер ред берет на себя непосильную ношу неправильную как говорится позицию и в особенности бесит то что он пытается донести эту точку зрения с голосом от всего русского комьюнити еще и на запад так что это вдвойне поджигает мою пятую точку и я не могу молчать когда вы сосят единственный проект который является для меня и для многих отдушины после тяжелых рабочих дней слова этот проект это не просто как говорится и для меня игра да это целый период моей жизни которая знаменовала начало моей youtube карьеры надеюсь и не кончины хотя кто знает что будет после этого видео но я надеюсь все будет хорошо и к слову завязать всю эту тему можно не только под наших много неуважаемых лидеров мнений да а еще и про тех людей которые просто сейчас пытаются всеми силами вернуть за тарков деньги несмотря на то что из раза в раз они его возможно удаляли из раза в раз они возможно его устанавливали обратно потому что было интересно посмотреть да что же там вдруг изменилось и вот сейчас если вдруг удастся я знаю что не удается вернуть деньги многим не удается в россии вернуть деньги если они вдруг каким-то чудесным образом вернут за него деньги то пройдет время и я уверен что эти люди также как и в предыдущие разы просто возьмут и купят себе новый аккаунт потому что будет интересно потому что других игр такого жанра нет и не будет еще долгое время а играть им нужно будет во что-то потому что тарков это как наркотик который раз попробовав вы будете приходить в него вновь и вновь чтобы испытывать в те самые чувства которые испытывали тогда первые разы так что не надо рвать на себе майку не надо делать из себя какого-то основного лидера мнений не надо быть голосом всего комьюнити как я и сказал истинные фанаты этой игры уже давно остановились уже давно поняли дело-то идет у нас комокрухи и нужно реально остановиться ребятки остановитесь поэтому господа тем хейтером игры тем тем кто желает ей смерти кто желает смерти бсг всем тем кто всяческим образом поддерживает иски против бсг и так далее я живу вот захлебнуться в своих токсичных пекалиях которые вы изливаете сейчас на студию его хорошего господа думайте башкой они жопой с вами как всегда был шустрый канал 412 тактического братства удачи удачи